Глава Андрей Филатов поручила ответственным ведомствам проанализировать и подготовить все возможные решения, чтобы в первом квартале следующего года закрыть вопрос с предоставлением жилья для детей-сирот. Сейчас город должен молодым сургутянам 52 квартиры. При этом на начало года в реестре на выдачу у муниципалитета значилось в 6 раз больше, почти 300 помещений. Большую часть квадратных метров, 175 квартир, приобрел округ и передал на баланс сургута. Еще несколько купил город за счет средств местного бюджета. Андрей Филатов нацелил сотрудников мэрии на комплексное и полное решение вопроса, не затягивая его. Затронули на штабе по улучшению жилищных условий и квартиры для сургутян с инвалидностью. Здесь либо предоставляют приспособленные под особенные потребности квадратные метры, либо, если это возможно, оборудуют уже имеющиеся. В течение 2022 года мы провели обследование помещений, где проживают граждане с инвалидностью, в том числе 1766 квартир. Это маломобильная группа населения, первая группа. По факту обследования 14 квартир у нас включены на замену жилого помещения и 26 квартир. По ним принято решение о возможности работ по приспособлению мест общего пользования, ну и оборудование пандусами. По 14 квартирам, значит, нами в 2021 году было приобретено 12 квартир, ну это как переходящее обязательство, и поставка этих квартир в декабре этого года. Наши земляки, если у нас такая возможность будет, будем справляться. Конечно, если будем где-то уже иметь сложности, будем запрашивать помощь. Тогда сейчас анализ проведем и в начале года сформируем следующий этап обязательств и механизм их реализации. Добавлю, что на оборудование домов пандусами в бюджете Сургута на будущий год пока предусмотрено 2 миллиона рублей. Власти города понимают, что средств недостаточно. Есть вероятность, что муниципалитет обратится в округ за финансовой помощью, чтобы разделить полномочия. Также в администрации сейчас распределяют обязанности между структурными подразделениями, чтобы однозначно понимать, какое ведомство отвечает за конкретные работы.